Очень большой бонус для туризма Северной Ирландии это то, что здесь снимали Игры Престолов. Их снимали не только в Северной Ирландии, их снимали много где. У меня, кстати, об этом есть выпуск. Там, кстати, и где снимали Аватар. Ну и еще несколько известных фильмов, очень красивые места. Я сейчас из Белфаста отправился в тур по местам, где снимали Игры Престолов. И еще, конечно, это гигантская тропа Giant Causeway. Вот, в общем, мы сейчас делаем остановки каждые 20 минут. И наша первая остановка рядом с Белфастом в 20 минутах. Здесь замок. И этот замок, это был старый город. И прикол в том, что он был здесь в Северной Ирландии, самый старый каменный город. И, конечно же, сразу город на воде. Здесь вот сейчас лодки. Понятно, что тогда здесь были рыбаки. Рыбачили сразу же, продавали все это дело. Вот, и здесь можно, кстати, взять экскурсию для того, чтобы посмотреть, как выглядел город. Это был большой город, каменный. Причем сейчас, конечно, это даже районом сложно называть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Сосновы. Северная Ирландия является частью Великобритании и входит в состав Соединенного Королевства. То бишь, Юнайтед Киндем. Многие путают Северную Ирландию с Южной Ирландией и с Ирландией в целом. Для поездки в Северную Ирландию из той же самой Англии отдельная виза не нужна. Вы просто получаете британскую визу. Если же вам потребуется поехать в Южную Ирландию, то для этого уже необходимо обращаться в отдельное консульство и получать отдельную визу. Да, когда-то давно англичане и ирландцы постоянно воевали. Постепенно они смогли прийти к некому компромиссу. И Северная Ирландия успешно стала частью британского общества. Печально известный во всем мире Титаник был построен именно здесь, в столице Северной Ирландии – Белфасте. Сейчас в городе даже есть так называемый квартал Титаника, представляющий собой масштабную реконструкцию набережной. Включает в себя исторические морские достопримечательности, киностудии, учебные заведения, жилые дома и, конечно, музей и памятник Титаник. Здесь рассказывается история о Титанике, который был отправлен в плавание в этом городе и который затонул свой первый же рейс в 1912 году. Также здесь вы и познакомитесь и с его братьями, или с сестрами, как их здесь называют, в кораблях Олимпик и Британик. Я настоятельно рекомендую посетить вам музей Титаник Белфаст. Здесь 9 галерей. Первая повествует об экономическом подъеме Белфаста в начале 20 века. С 1900 по 1913 годы здесь было построено 247 кораблей. Нигде в мире не строили больше, чем здесь, в Белфасте. И вообще, когда строили здесь верфь в 19 веке, это было по инженерной мысли, по всему построительству, это было самое крупнейшее предприятие в мире. И сюда лично приезжала королева Виктория, чтобы все это смотреть. Здесь воссозданы сцены в период строительства Титаника. На интерактивном полу можно увидеть планы строительства корабля, а также оригиналы рисунков и макетов. Масштабы впечатляют. Во второй галерее находятся стальные леса высотой в 20 метров, напоминающие постройки для Титаника и Олимпика. С помощью лифта посетители попадают в верхнюю часть портала подъемного крана, где можно наблюдать сцену судостроения через аудио и изображения. К сожалению, аудиогида на русском языке не было. Третья галерея называется «Спуск», и в ней рассказывается о том, как корабль был спущен на воду в заливе 31 мая 1911 года. Далее идут галереи «Достройка» и «Первый рейс», а потом и «Гибель» и «Последствия». В этих галереях гости могут ощутить некоторую атмосферу ужаса, слушая фоновые сигналы SOS и наблюдая изображения гибели в сочетании с аудиорассказами выживших и очевидцев. Игру престолов, конечно же, снимали в разных локациях, и вот мы приехали еще на очередную локацию. Вот здесь снимали сцену, будем говорить так. Всего два фрагмента попало в серию какую-то, я не знаю, можете посмотреть, поискать, если получится, найдете. Всего по 20 секунд. И, конечно, локаций было огромное количество и в разных странах, включая и Хорватию, Дубровник. Вообще изначально планировали снимать в Шотландии. Шотландия выставила такие налоги, что «Игры престолов» сказали им, типа, «до свидания». В итоге снимали здесь. Знаете, сколько заработало ирландское правительство? Естественно, они тоже выставили свой ценник, этот ценник был меньше, чем шотландский. Вот, в итоге заработали 300 миллионов долларов. Вы представляете, что только на налогах, только на том, что здесь проходили съемки, и что Северная Ирландия разрешила снимать здесь «Игру престолов», они заработали 300 миллионов долларов. Здесь через всю страну проходит тропа, то есть ее прорабатывают через всю страну, где можно кататься, гулять, смотреть национальные достояния. Везде висят карты на остановках, то есть все это оборудовано, сделано. Можно там выпить кофе, зайти в магазины какие-то, на ночлежку остаться. Все это есть по тропе. Сам же Белфаст, столица Северной Ирландии, древним не считается. Основан он был в начале 17 века, но по данным археологов, люди на данной территории жили еще 5000 лет назад. В Белфасте находится Королевский университет, который открыл свои двери для студентов в 1845 году. Сейчас университет носит название «Куинс Университет Белфаст». Важно отметить, что университет Куинс не только самый известный университет Северной Ирландии, но он также и один из самых крупных работодателей. Сейчас количество его сотрудников насчитывает примерно 4000 человек. Университет постоянно входит в тридцатку лучших вузов Великобритании. Газета «Таймс» поставила университет на 11-ю строчку в Великобритании по перспективам среди выпускников. Самая известная достопримечательность Северной Ирландии – тропа Великанов, сотни километров от города. Тропа представляет собой скалистый берег, который обрывается в сторону моря и состоит из шестигранных колонн, которые тесно прижимаются друг к другу. В 1986 году тропа Великанов была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Минут знаете какой? Что я еду на туристическом автобусе, а там другие люди, и у них свой план, которого надо придерживаться. И нас сюда привезли в 3 часа дня, а выехали мы в 9 утра, останавливаясь в куче разных мест. А реально, если вы будете здесь, сразу надо ехать сюда и время прежде всего проводить здесь. С туристическим автобусом, немножко и с их планом, они сделали абсолютно неправильно. Что нужно было ехать сюда, а не оставили на вот это место полтора часа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok